шалом братья и сестры шалом всем пусть господь обильно благословит вас сегодня опять по призыву духа святого я сажусь и включая как он не сказал записывая видео и он сейчас будет открывать определенные вещи слава тебе господь хвала тебе честь тебе слава величие за все и благодарение аллилуйя благослови нас отец твоим святым назиданием твоим святым обличением твоим святым водительством хвала тебе руаха кодыш наполняй нас идет очень сильное высвобождение веры дара веры это дар тот который творит чудеса в разных сферах нашей духовной жизни как предпочтет дух святой просто принимайте сейчас высвобождение идет очень сильно даров веры во имя иисуса христа во имя иисуса христа веры непоколебимой кому-то дает бог просто веру на исцеление кому-то дает на высвобождение каких-либо сфер которых вы раньше просто не могли бы входить в эти сферы духовные кому-то господь сейчас просто сверхъестественно будет давать веру на чудо творения кому-то господь просто будет давать веру во имя иисуса христа сына божьего на вхождение просто в сферу духа в духовный мир то что бог отец желает открыть а не то что мы сами хотим увидеть своим плоским умом принимайте просто во имя иисуса христа во имя иисуса христа слава тебе господь и дух святой мне говорит что прямо сейчас ноги не одного а нескольких человек они просто сверхъестественно наполняются силой я говорю вам слово от духа святого там где ваши ноги ослабли и вы чувствуете что при ходьбе особенно вы стали слабы дух святой наполняет ваши ноги силой во имя иисуса христа амэн мы ожидаем тебя дух святой прикасайся к нам еще больше ху перемещение началось слава тебе господь хвала тебе я просто вижу как в духе я сейчас перемещаюсь прямо над морем опять море вижу стремительно перемещаюсь прямо над морем слава тебе господь вокруг себя я вижу как летит очень много большие такие могучие орлы дух святой мне говорит это дети моего отца дух святой мне говорит что господь сейчас поднимает очень многих детей которые уже начинают как орлы просто перемещаться в воздухе перемещение в духе и дух святой мне говорит у каждого будет своя сфера влияния своя сфера власти и каждый будет выполнять свою часть и каждый не будет мешать друг другу но каждый будет дополнять друг друга дух святой мне говорит будем перемещаться сейчас дальше тебя ожидают два мужа это иисус навин и пророка иеремия и я вижу как внезапно я просто очутился в большом зале такая большая большая ну я не знаю комната не назовешь как дворец большой дух святой мне говорит смотри этот дворец то что как ты видишь он освещается весь бриллиантами бриллиантами небесного иерусалима и я вижу вокруг горят не как мы видим гирлянды но это не гирлянды множество огней они как светильники они освещают весят как я сказал не комната ну да дворец огромное они просто освещают весело посреди этого зала стоят два мужчины и они разговаривают между собой дух святой мне говорит иди к ним я подхожу оба мужчины поворачиваются навстречу мне и я вижу глаза этих обоих мужчин переполненные любовью сильной любовью они представляются один не говорит меня зовут иисус навин второй мужчина говорит мне я тот который был пророк иеремия здесь у отца я просто его сын иеремия тот сын который исполнил волю отца и мы посланы к тебе игорь чтобы известить тебе волю отца я вижу как иисус навин начинает танцевать и он мне прямо в танце говорит то что ты сейчас видишь это боевой танец небес это боевой танец духа святого подойди ко мне ближе говорит мне иисус навин я подхожу к нему ближе и сам даже не понимая как но я начинаю танцевать вместе с ним так как ранее вообще не танцевал и вообще танцевать не умею он мне говорит это пророческий танец и духа святого иисус навин не говорит многие танцы которые ты видел в церквях они танцуются по плоти лишь только единицы людей исполняют пророческие танцы духа святого говорит смотри внимательно что я делаю и смотри как ты начинаешь вибрировать в духе вместе со мной танцевать так же иисус навин говорит мне эти пророческие танцы огнем с небес отец посылает на украину и все мое служение идет на украину иисус навин мне говорит я воскрешаю на украине я схожу на нее огнем духа святого и пророческие танцы духа святого идут следом за мной на украину это огонь от педестал и слава отца иисус навин мне говорит старцы стоящие у престола отца которые говорят свят 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 они ежедневно исполняют пророческие танцы духа святого пред моим отцом это уникальнейший дар говорит мне иисус навин который приносит войну и разделяющий меч сына божьего на всю землю огонь пророческих танцев сходит лавиной на украину говорит мне иисус навин через украину он сойдет на россию и пойдет далее это будет завоевание говорит иисус навин это мое воскресшее служение на украине через украине по всему лицу земли иисус навин уложит обе руки на меня на плечи и говорит мой отец посылает огонь огонь пророческих танцев пророческой войны на украину и через украину по всему лицу земли и много людей сейчас подымется в боевых пророческих танцах они будут воевать и будут побеждать и я говорю им как когда-то говорил мне мой отец будьте тверды и мужественны на землю сходит огненное помазание духа святого огненных боевых танцев принимайте его и через эти пророческие танцы вы будете насыщаться вы будете наслаждаться всегда в атмосфере царства отца и это царство будет через ваши танцы распространяться по всему лицу земли амен пророк еремея мне говорит игорь подойди ближе ко мне я подхожу и он мне показывает вот так обе руки я вижу как на его руках золотом написано объявляется суд на всю уже церковь я вижу это написано золотыми буквами на ладонях пророка еремии он показывает на меня вот так рукой и говорит высвобождай суд на всю уже церковь высвобождай суд и не бойся никого мой отец будет давать слова своего суда суд это его любовь и кто вместит его суд тот познает его любовь время суда говорит мне пророк еремия я буду судить говорит пророк еремия слова отца всю украину и все ее церкви и каждому суд будет определен по мере по мере того как они веруют и движутся в духе святом я посылаю суд говорит пророк еремия говорит слова своего небесного отца на всю россию на все ее церкви и пророк еремия берет меня за левую руку и я стремительно начинаю с ним перемещаться в духе мы перемещаемся прямо по небу я смотрю мы прямо летим как множество огней множество и пророк еремия говорит мы сейчас совершаем с тобой полет над всей россией мы стремительно опускаемся я смотрю большая церковь очень большая огромная он мне говорит смотри это все что ты сейчас будешь видеть это в духе смотри здесь собраны все пятидесятники и все пятидесятнические церкви россии посмотри посмотри кто стоит у них главный и он мне говорит это ореховский пророк еремия мне говорит я объявляю суд на него и на все движение которое он создал последнее время в своей церкви пророк еремия говорит я высвобождаю слова моего отца я высвобуждаю суд на сергея ореховского пророк еремия мне говорит пятидесятнические церкви россии просто разжирели они стонут и беснуются в своих ложных пророчествах но там нету моего отца и он не приходит к ним и он не говорит к ним пророк еремия мне говорит многие просто живут как чревовещатели которые просто обладаемы не духом отца а чревоугодием истолкование языков говорит мне пророк еремия я говорю тебе слова моего отца они не истолковывают языки они просто кривляются и глумятся над действиями духа отца духа святого и пророк еремия говорит когда придет наш с отцом благословенный руаха кодыш куда вы денетесь все от огня его ярости и пророк еремия говорит говори это слово риховскому пусть он приходит к обильному покаянию пока свет есть для него пророк еремия берет меня за руку и мы с ним перемещаемся дальше он заводит меня в кабинет открывает мне двери я захожу в этот кабинет я вижу как в кресле возле стола сидит президент россии владимир путин он сидит и его глаза просто накрыты пеленой пророк еремия говорит он не видит что творится возле него говорит смотри и я вижу в его кабинете стоит много разных других кресел и в этих креслах сидит много людей множество очень огромный кабинет он говорит смотри это те люди которые находятся возле него я смотрю одни играют в карты другие заняты фильмами смотрят различного рода извращения третьи пьют четвертые восклицают слава россии и в этот момент когда они кричат слава россии они играют в карты и просто разыгрывают определенные земли россии и он мне говорит пошли дальше и я вижу как в углу кабинета сидит большой такой большой жирный толстый китаец и еремия мне говорит это китаец я у него спрашиваю что это в его образе говорит мне еремия показан весь китай и я вижу как у китайца поднята правая рука вверх и из этой руки выпущены большие когти как у зверя он мне говорит смотри он уже наложил свою руку на одну треть всей россии и то что ты сейчас говоришь пророка еремия увидят люди в россии и пророк еремия говорит это видео которое ты записываешь увидят очень многие люди в россии и они передадут это слово и для этого отец высвобождает это слово что большая опасность исходит на одну треть земель россии ни с америки ни с европы она сейчас исходит из китая дух коммунизма он захотит поработить россию и в россии говорит пророк еремия начнет начнет просто воскресать нечистый дух выйдет из преисподней воскрешим в своем неистовстве тот дух который руководил сталином лениным и многими другими лжеправителями россии и китай как сейчас пророческий прообраз дует своим нечестивым ветром на россию и тот жертвенник говорит мне пророк еремия который находится на красной площади в мавзолее где лежит покойник ленин это жертвенник сатане это есть один из серьезных допусков то что китай начнет накладывать свою руку на россию и передавать и передавать дыхание коммунизма на всю россию но китай не будет торжествовать над россией говорит мне пророк еремия ибо россия возьмет в свои руки всю власть почти всю власть над миром и она отторгнет от себя китайского дракона и станет сама как страна дракон аминь но и процент и с и с перемещаться в духе стремительно по небу и мы оказываемся с ним наверху я вижу горы заснеженные горы он мне говорит это уральские горы он мне показывает рукой вдаль говорит смотри там дальше алтай он мне говорит это одно из самых серьезных мест урал и алтай где россия просто посвящается колдовству здесь проводятся сатанинские ритуалы и сборища почти всех российских колдунов и ведьм они здесь устраивают свой шабаш каждый месяц и верующий народ по своему большинству этого не знает пророк еремия мне говорит урал и его горы и почти весь алтай они живут в таком же посвящении как красная площадь москвы где находится жертвенник сатаны где захоронен ленин здесь на уральских горах и по всему алтаю говорит мне пророк еремия собирается общество колдунов и ведьм со всей россии и они посылают свои стрелы на многие церкви россии которые просто охладели и затухли они одни из тех кто возмущает войну между украина и россии пророк еремия говорит объявляясь суд на церкви россии чтобы они начали молиться и пророк еремия мне говорит передай всем российским церквям слова моего отца не ваше надмение не ваше превосходство не спасут вас вставайте на колени плачьте и молитесь предо мной и примите слова моего отца говорит пророк еремия весь пророческий огонь вы можете принять только с земли украинской это предопределил мой отец ибо сколь мала не была ваших глазах украина но очах пробуждения мой отец пошлет через нее на вас и очах его суда и по мере того как вы примете очах этого пробуждения то по мере того многие из вас и начнут спасаться и в дни скорби вы выстоите и очах колдовства на урале и на алтае будет разрушаться на время до прихода антихриста если вы встанете в проломе всей церкви россии и будете каяться пред моим отцом в страхе и трепете амин будьте благословены друзья молитесь хочу благословить особо таких ярых комментаторов не постесняюсь даже сказать что сегодня особенный появился рядом возле нас живет в краматорске освободитель пусть вас господь тоже благословит друзья прежде чем что-то делать какие-то выводы или поносить особенно божьих людей которых уже нет рядом с нами лучше молитесь не открывайте своего рта для холы это очень опасные вещи мы женой сейчас благословляем всех людей которые пишут ну очень сильный негатив я хочу вам сказать мы благословляем вас во имя иисуса христа бог вас очень сильно любит у вас никто не лишал вашего мнения но прежде чем делать какие-то выводы лучше молитесь пусть бог вас всех сильно благословит друзья и те кто принимает божий огонь который сейчас господь в эти дни отзливает через этот огонь пусть вас господь благословит еще трижды четырежды семь раз благословеннейшее число пусть он благословит вас семидешный как говорится семьсот семьдесят семь раз прощайте пусть вас господь семьсот семьдесят семь раз благословит во имя иисуса христа аминь 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 аминь